Представьте себе, что вокруг нашей Земли на миллиард световых лет нет ни единой звезды, кроме Солнца. Черное беззвездное небо и бесконечное пустое пространство окружают нашу систему. Попытки разглядеть небо в оптический телескоп бесполезны. Мы видим планеты Солнечной системы, но ничего больше. Нет полярной звезды, позволяющей найти направление на север. Нет ярчайшего Сириуса или Веги. Только одинокая Луна, отражая свет Солнца, ночь за ночью совершает свой путь по небосклону. Представляете, какого огромного пласта культуры лишилось бы человечества? Ведь огромное количество мифов и легенд связано со звездным небом. Ну и, конечно, о путешествии к другим звездным системам пришлось бы забыть. Даже несколько световых лет – огромное расстояние для человечества на нынешнем этапе развития. Мысль же о том, чтобы преодолеть несколько сотен миллионов световых лет, и вовсе кажется невероятной. И только после изобретения мощных радиотелескопов человечество узнало бы о том, что Солнце – не единственная звезда во Вселенной. Но были бы они изобретены? Неизвестно. Ведь звезды с древних времен будоражили воображение людей, побуждая их к попыткам понять сущность Вселенной. Возможно, черное беззвездное небо не увлекло бы человечество, и современные средства наблюдения за космосом так и не были бы созданы. Ранее вы наверняка уже слышали о гигантских космических пустотах или войдах. Войды – это обширные области космического пространства, в которых отсутствуют или почти отсутствуют галактики или их скопления. Эти гигантские пустоты занимают около 50% объема видимой Вселенной. Средний размер войдов составляет около 40 мегапарсек, или 130 миллионов световых лет. Но некоторые из них могут достигать нескольких сотен миллионов или даже миллиарда световых лет в поперечнике. Такие гигантские пустоты называют супервойдами. Плотность материи в этих областях на порядок меньше, чем в прочих секторах Вселенной, и составляет меньше 10% от средней по метагалактике. Войды – крупнейшее образование в крупномасштабной структуре Вселенной наряду с галактическими нитями. Современная космологическая теория связывает их существование с неоднородностями во время формирования Вселенной. И одним из крупнейших войдов, открытых человечеством, является супервойд гончих псов. Эта сверхпустота была обнаружена в 1988 году. Является вторым по величине войдом из ныне открытых. Он имеет диаметр порядка 300-400 мегапарсек, или миллиарда световых лет, и расположен на расстоянии в полтора миллиарда световых лет от Земли. Внутри этой области пустоты невероятных размеров расположены всего 17 скоплений галактик, что невероятно мало для такого чудовищно огромного пространства. Все эти скопления сосредоточены в относительно небольшом по космическим меркам участке пространства диаметром около 150 миллионов световых лет. Гравитационное взаимодействие между ними настолько мало, что не обнаруживается современными средствами. Диаметр воида гончих псов составляет около 1% от диаметра наблюдаемой части Вселенной. В него могли бы свободно поместиться 10 тысяч галактик, подобанных Млечному Пути. Возможно, на одной из планет, расположенных среди тех 17 скоплений, есть жизнь. Однако ей никогда не суждено будет увидеть даже свет нашего Солнца, не говоря уже о том, чтобы вступить в контакт. Что из себя представляет миллиард световых лет? Все истории многоклеточной жизни на Земле, начиная от примитивных кишечно-полосных гидр, всего около 800 миллионов лет. То есть жизнь на Земле успела эволюционировать от колонии простейших до человека, пока фотон летел от одного края супервойда к другому. Некоторые звезды успевают пройти свой жизненный цикл от рождения до взрыва сверхновой за меньший срок. Мысль же о том, чтобы преодолеть это расстояние на космическом корабле, и вовсе звучит невероятно. Для того, чтобы понять, что представляет собой пространство внутри супервойда, необходимо представить себе глубокий физический вакуум. Внутри него могут существовать облака межзвездного газа, отдельные звездные скопления или даже галактики, но большую часть пространства войда занимает пустота. Известно, что космическое пространство большей частью представляет собой вакуум. На кубический сантиметр плотного вещества звезд или планет приходится тысячи кубических километров безвоздушного пространства. Но даже оно не является идеально пустым. Условной границей атмосферы Земли считается высота в 100 километров. На этой высоте давление атмосферы уменьшается настолько, что становится сравнимым с давлением солнечного ветра. Однако воздушная оболочка нашей планеты не имеет чёткой границы. И даже на высоте в несколько сот километров встречается некоторое мизерное количество молекул газов земной атмосферы. Несмотря на очень небольшое количество, этих молекул хватает, чтобы тормозить движение искусственных спутников Земли. Поэтому многие из них вынуждены периодически корректировать свою орбиту, чтобы не потерять скорость и не рухнуть обратно на Землю раньше срока. Если мы отлетим подальше от планет, то концентрация газов сильно уменьшится. Но даже за пределами Солнечной системы, вдали от любой звезды и планеты, на каждый кубический сантиметр пространства будет приходиться хотя бы несколько молекул водорода. К тому же пространство будет пронизано солнечным ветром, потоком высокоэнергетических элементарных частиц, спускаемым нашим светилом. Ну и, конечно, не стоит забывать про излучение далёких звёзд, реликтовое излучение и трудноуловимые элементарные частицы нейтрина. Вакуум внутри войда настолько глубокий, что на кубический сантиметр пространства приходится в среднем меньше половины молекулы вещества. К тому же все источники излучения настолько далеки, что плотность их излучения пренебрежимо мала по сравнению с реликтовым излучением. В итоге остаются только пронизывающие пространства неуловимые нейтрины и реликтовый фон Вселенной. Но не только глубокий вакуум заполняет невообразимо огромное пространство супервойда. Внутри него находится место и для облаков рассеянного межзвёздного газа, будущей колыбели, звёзд и галактик. А кроме этого, предполагается наличие внутри супервойда в тёмной материи, с трудом обнаружимой современными средствами. Кроме того, не стоит забывать о том, что абсолютное большинство обнаруженных пустот находится на расстоянии сотен миллионов световых лет от Солнечной системы. То есть мы наблюдаем далёкое прошлое этих образований. Только один войд расположен рядом с местной группой галактик, включающей Млечный путь. Это так называемый местный войд. Он достигает в поперечнике около 180 миллионов световых лет. А расстояние от Солнца до его центра составляет около 90 миллионов световых лет. Другим крупным образованием является войд Валапаса, расположенный на расстоянии 700 миллионов световых лет от Солнца. Его диаметр составляет около 330 миллионов световых лет. Это приблизительно 0,35% диаметра наблюдаемой Вселенной. Этот войд был обнаружен в 1981 году группой учёных под руководством Роберта Киршнера, хотя теоретическое обоснование существования гигантских пустот было начато 20 годами ранее. Есть предположение, что гигантская пустота могла образоваться в результате слияния нескольких войдов меньшего размера. На настоящий момент в войде Валапаса найдено всего 60 галактик, хотя в таком огромном пространстве могло бы расположиться около 2000. Однако самое загадочное пустое пятно во Вселенной расположено в 3 миллиардах световых лет от Солнца. Его называют реликтовое холодное пятно или сверхпустота Эридана. Эта область огромна даже для супервойда. Её диаметр составляет 1,8 миллиарда световых лет. В это пространство могли бы свободно поместиться 18 тысяч галактик, подобных Млечному пути. Температура реликтового излучения в сверхпустоте Эридана меньше, чем в остальной Вселенной на величину от 70 до 150 микрокельвинов. Современная теория происхождения Вселенной не может пока однозначно объяснить этот факт. Он настолько выбивается из принятой космологической теории, что сперва был списан на ошибку оборудования, и лишь спустя несколько лет тщательных измерений был принят как данность. В попытках объяснить странное поведение реликтового излучения были высказаны самые разные предположения, в том числе весьма фантастические. Есть теория, что аномально низкий реликтовый фон сверхпустоты Эридана вызван влиянием сверхтяжёлых масс тёмной материи. Другая теория говорит о том, что эта область – отпечаток другой Вселенной, оставшейся со времён формирования нашей. Как бы то ни было, точного ответа пока нет. Не стесняйтесь высказать своё мнение об этом ролике, нажав лайк или написав комментарий под видео. А если хотите и дальше знакомиться с познавательным и интересным материалом на нашем канале – подписывайтесь. Ваша поддержка очень важна и помогает нам развиваться, радуя вас новыми роликами. И услышимся! Субтитры подогнал «Симон»!